Сура 12. Юсуф. С именем Аллаха Милостивого, Милосердного. Алиф, Лям, Ра. Это то, что читается, аяты разъясняющей книги. Поистине, мы не спаслали её, эту книгу, в виде Корана на арабском языке, чтобы вы размышляли над её смыслом. Мы расскажем тебе, о пророк, лучшее повествование, историю, внушая тебе этот Коран как откровение. Хотя до него, до получения откровения, ты был из числа беспечных, не знал содержащихся в ней назиданий и ясных знамений. Вот однажды сказал Юсуф своему отцу Якубу. О, отец мой, поистине я во сне видел 11 звёзд, и солнце, и луну. Я видел их, как они мне преклонились ниц, сказал Якуб. О, сынок мой, не рассказывай своего видения твоим братьям, чтобы они не стали завидовать тебе, ибо они замыслят против тебя хитрость. Ведь поистине, сатана для человека явный враг. И таким образом, раз ты увидел себя во сне таким, изберёт тебя Господь твой и научит тебя толкованию событий, которые будут происходить в будущем по смыслу снов, и завершит свою благодать над тобой, сделав тебя пророком, и над родом Якуба, как он завершил её прежде над твоими отцами, Ибрахимом и Исхаком. Поистине, Господь твой знающий, мудрый. Были в Юсуфе и его братьях знамения для спрашивающих, которые желают знать историю Юсуфа. Вот сказали они, братья Юсуфа, по отцу друг другу. Конечно же, Юсуф и брат его по имени Бениамин, с которым Юсуф был братом по отцу и по матери, любимее нашему отцу, чем мы. А хотя мы – сборище, мы сильны и нас много, и мы можем больше принести пользы. Поистине, отец наш в явном заблуждении, предпочитая Юсуфа и его брата Бениамина нам. Убейте Юсуфа или бросьте его в какую-нибудь местность, чтобы отец не дошёл до неё. И тогда обратится к вам лицо вашего отца, он будет любить только вас. И станете вы после этого людьми праведными, покаявшись перед Аллахом и попросив прощения у отца. Сказал один из них, не убивайте Юсуфа, ведь это большой грех, а лучше бросьте его в темень колодца и подберёт его какой-нибудь проходящий караван, и тогда они отвезут его далеко от вас и от отца, если уж вы решили это сделать. Договорившись избавиться от Юсуфа, сказали они, «О, отец наш, почему ты не доверяешь нам Юсуфа и беспокоишься, когда он с нами, ведь мы к нему, конечно же, искренни, мы желаем ему добра? Пошли его к нам завтра, пусть он насладится вкусными фруктами и ягодами и поиграет, ведь мы его непременно будем охранять и защищать от опасности», сказал Якуб. «Поистине, меня, конечно же, опечалит, если вы с ним уйдёте, и боюсь я, если доверю его вам, что съест его волк, в то время, как вы будете к нему беспечны, невнимательны». Они сказали, «Если съест его волк, когда нас толпа, когда нас много и мы сильны, тогда мы будем в убытке, это будет стыд и позор для нас». После того, как они увели его, они согласились поместить его в темени колодца. И мы внушили ему, Юсуфу, «Непременно ты сообщишь им про это их дело, когда они и не будут знать, забудут об этом». Это произойдёт, когда ты скажешь им, что ты их брат Юсуф, против которого они устроили заговор и думали, что избавились от него. И пришли они к своему отцу вечером плача. Они сказали, «О, отец наш, поистине, мы пустились бегать в перегонки и оставили Юсуфа у наших вещей. Мы были заняты игрой, не уследили за ним, и съел его волк. Но ты не поверишь нам, если бы мы даже и говорили правду». И пришли они со лживой кровью на его Юсуфе рубашке. Но Якуб не поверил им и сказал, «Да, украсили вам ваши души некое дело, но терпение прекрасно, чтобы перенести то, что вы мне причинили. У Аллаха надо просить помощи, уповая на него и обращаясь к нему за поддержкой, против того, что вы расписываете». И пришли к колодцу путники, караван, который шёл в Египет. И послали они своего водоноса за водой. Тот опустил ведро своё в колодец, а вытащив его, обнаружил Юсуфа. Он обрадовался и сказал, «О, какая радость! Это мальчик!» И спрятали они его среди своих вещей, как товар. А Аллах знал, что они делают. И продали они его в Египте за мизерную цену, за несколько отчитанных дирхемов, желая просто избавиться от него. И сказал тот, который купил его из Египта своей жене, «Уважая его пребывание, чтобы ему понравилась жизнь у нас. Может быть, он принесёт нам пользу, или мы возьмём его за сына, усыновим его». Так у Юсуфа сложилась благополучная жизнь в новой семье. И так мы утвердили Юсуфа на этой земле, Египте. И чтобы научить его толкованию будущих событий, разъясняя сны. А Аллах победно завершает своё дело. Он делает то, что желает, но большая часть людей не знают и не понимают смысла его мудрости и того, что он вершит. И когда Юсуф достиг зрелости, даровали мы ему мудрость и полезные знания. И вот так мы воздаём добродеющим. И совращала его та, жена египетского вельможи, в доме, который он был, постоянно показывая перед ним свою красоту и прелести, чтобы соблазнить его. И однажды она заперла все двери и сказала, «Иди ко мне, я уже приготовилась для тебя». Юсуф сказал, «Да упасёт меня Аллах, ведь господин мой, вельможа, прекрасным сделал моё пребывание. Поистине, не обретут успеха притеснители, те, которые нарушают чьи-либо права, ни в этом мире, ни в вечной жизни». И она возжелала его, и он бы тоже возжелал её, если бы не увидел ясное доказательство своего Господа. Это было чудо от Аллаха, увидев которое, Юсуф осознал греховность этого дела. Таким образом, мы показали ему ясное доказательство, чтобы отклонить от него зло и мерзость. Поистине, он из числа наших рабов избранных, очищенных от греха, прелюбодеяния и ослушания. И устремились они оба к двери. Юсуф устремился к двери, чтобы выйти, а она кинулась за ним, чтобы опередить его и не дать ему уйти. Чтобы остановить его, она схватила его за рубаху сзади. И она разорвала его рубаху сзади. И встретили они её господина, её мужа у двери. Пытаясь показать свою непричастность, она сказала, нет другого воздаяния тому, кто желал зла твоей семье, кроме темницы или мучительного наказания, битьём плетью. Её муж сказал, о, Юсуф, ты посягнул на мою семью, обманул меня и схитрил, прикрывая себя благочестием. Юсуф разгневался и сказал, она соблазняла меня. И засвидетельствовал один свидетель из её семьи. Если рубаха его разорвана спереди, то она права, а он из числа лжецов. Если же рубаха его, Юсуфа, разорвана сзади, то она солгала, а он из числа правдивых. И когда он, её муж, увидел рубаху его, разорванной сзади, то сказал, это из ваших ухищрений, о, женщины, и поистине ухищрения ваши велики. Её муж сказал, Юсуф, отвернись от этого, никому об этом не рассказывай, а ты, жена, проси прощения за свой грех, ведь ты стала из числа грешников. Весть об этом событии распространилась, и сказали какие-то женщины в городе. Жена вельможи соблазняет юношу, своего слугу. Её охватила любовь, поистине мы однозначно видим, что она находится в явном заблуждении. Когда она, жена вельможи, услышала про их козни, сплетни и злословие, то послала к ним людей, чтобы пригласить их к себе домой в гости, и приготовила для них удобные сидения, и дала каждой из них нож, чтобы очищать принесённые плоды, и сказала Юсуфу, «Выйди к нам». Когда же они, женщины, увидели его, то признали его великим, были очень поражены его красотой, и порезали себе руки, и в восхищении, и удивлении сказали, «Упаси Аллах, это не человек, это только благородный ангел». Когда те женщины обрели рассудок и увидели, что сами себе порезали руки, она, жена вельможи, сказала, «Вот вам тот юноша, из-за которого вы меня осуждали, что я воспылала к нему любовью. Я его соблазняла, склоняла к совершению близости, но он остался твёрд, устоял против греха. Если он не сделает то, что я ему приказываю, то он будет заключён в темницу и будет в числе ничтожных, униженных». Юсуф, услышав её угрозы и советы женщин послушаться её, сказал, «О, Господи, темница мне милее того, к чему меня призывают, ведь это не повиновение Тебе. И если Ты, о, Аллах, не отведёшь от меня их ухищрений, я склонюсь к ним, уступлю, и тогда я буду из числа невежественных, неразумных». И ответил ему его Господь. Аллах принял его мольбу и отвратил от него их ухищрения. Поистине, он слышащий мольбы обращающихся к нему и знающий то, что улучшит положение обращающихся к нему. И открылась, стала представлена им, вельможа и его семье, невиновность Юсуфа, после того, как они увидели знамение, разорванную сзади рубашку и показания свидетеля. Но они всё равно решили непременно заточить его в темницу на неопределённое время, чтобы этим самым прекратить сплетни о жене и спасти её от соблазна. И вошли вместе с ним в темницу, были взяты под стражу двое подданных, слуг правителя, Виночерпий и Пекарь. Они обвинялись в попытке отравить правителя. Юсуф сказал охраннику темницы, что он умеет толковать сны, и затем охранник темницы сообщил об этом тем двоим слугам правителя. Виночерпий и Пекарь решили рассказать Юсуфу свои сны. Один из них двоих, Виночерпий, сказал, «Поистине, я вижу себя во сне, как я выжимаю из винограда вино». И сказал другой, Пекарь, «Поистине, я вижу себя во сне, как я несу на голове хлеб, который едят, клюют птицы». «Ой, Юсуф, сообщи нам толкование этого, разъясни смысл этих снов. Поистине, мы видим, что ты из числа тех, которые наилучшим образом совершают поклонение Аллаху и наилучше относятся к его творениям». Юсуф сказал, «Не придет к вам пища, которую вас наделяют, еще до того, как принесут вам кушать. Как я сообщу вам, разъяснение этого, растолкую ваше сновидение, прежде чем оно придет к вам. Это для вас то, чему научил меня мой Господь. Аллах даровал мне умение толковать сны. Это потому, что я оставил религию людей, которые не веруют в Аллаха, и вечную жизнь они отрицают. И последовал я вере отцов моих, пророков, Ибрахима, Исхака и Якуба. И нам, пророкам, и всем людям, не следует приравнивать к Аллаху ничего, нельзя совершать самый величайший грех, предательство Аллаха, от арабского ширк. Это, то, что Аллах даровал людям веру и послал нас к ним, как пророков, щедрость Аллаха нам, пророкам, и всем другим людям, но большая часть людей неблагодарны. О, товарищи мои потемницы, различные ли господа и божества лучше, или Аллах, единственный, всепобеждающий, помимо Него, Аллаха, вы служите и поклоняетесь только именам придуманных богов, которых назвали богами вы и ваши отцы. Аллах не ниспослал для них никакого довода, чтобы их называть богами и служить им. Решение принадлежит только Аллаху, только Аллах решает, кому следует служить и поклоняться. Он, Аллах, повелел, чтобы вы не служили и не поклонялись никому, кроме Него. Это правильная вера и закон, но, однако, большинство людей не знает этого. О, товарищи мои потемницы, вот толкование ваших снов. Один из вас, виночерпий, будет поить своего господина вином, как и раньше, а второй, пекарь, будет распят, и птицы будут есть, клевать у него с головы. Решено то дело, о котором вы спрашивали. И сказал Юсуф тому из них двоих, виночерпию, о котором он думал, знал, что он спасется, напомни, расскажи обо мне у твоего господина. Но заставил его сатана забыть, напомнить своему господину, из-за наущений сатаны тот забыл о Юсуфе. И пробыл он в темнице несколько лет. И однажды, сказал правитель Египта, поистине, я вижу во сне семь тучных жирных коров, и поедают их семь тощих худых, и семь колоссев зеленых, и других семь колоссев сухих. О, знать, люди, с которыми советовался правитель при вынесении важных решений. Дайте решение о моем видении, растолкуйте мне этот сон, если вы можете толковать видение, если вы способны толковать сны. Они сказали, «Это связка запутанных снов, и мы не умеем толковать сны, мы не обладаем даром толкования таких сложных снов». И сказал тот из двух слуг правителя, а именно Виночерпий, который спасся от смерти, вспомнив о Юсуфе и его просьбе после долгого промежутка времени. «Я сообщу вам толкование этого, пошлите меня к тому, кто может истолковать его». Виночерпий отправился к Юсуфу и сказал ему, «О, Юсуф, о правдивейший, дай нам решение, растолкуй нам сон про семь тучных коров, которые поедают семь тощих коров, и семь зеленых колосьев, и других, еще семь, сухих, чтобы я вернулся к людям, к правителю его окружению и знающим, которые собрались, чтобы истолковать сон, и чтобы они узнали значение сна и признали твое достоинство». Юсуф сказал, «Вот толкование этого сна. Вы будете сеять пшеницу и ячмень, семь лет, усердно трудясь. Что вы сожнете, оставляйте то в колосе, храните урожай прямо в колосях, чтобы лучше он сохранился, кроме немногого из того, что вы съедаете. И будьте расчетливыми и бережливыми. Затем наступят после этого, после этих урожайных лет, семь тяжелых, неурожайных лет, которые съедят то, что вы запасли для них, кроме немногого, что вы сохраните для посева. Потом наступит после этого год, когда людям будет дарован обильный дождь и когда они будут выжимать виноград, оливки и другие плоды». Виночерпий вернулся к правителю и рассказал ему о том, как Юсуф истолковал этот сон. И приняв истинным такое толкование, правитель сказал, «Приведите мне его, того, кто истолковал мой сон». Когда к нему к Юсуфу пришел посланец и передал ему желание правителя, Юсуф решил не спешить, а ждать, пока не подтвердится его невиновность. Юсуф сказал посланцу, «Вернись к твоему господину, к правителю, и спроси его, что было с женщинами, которых позвала к себе жена вельможи, и которые порезали себе руки. Поистине, мой Господь, Аллах, об их ухищрениях сведущ». Правитель пригласил к себе тех женщин и в их числе жену вельможи и сказал, «В чем ваше дело, что случилось, когда вы соблазняли Юсуфа, склоняясь к совершению греха?» Они сказали, «Упаси Аллах, мы не знаем за ним ничего дурного». Жена вельможи сказала, «Теперь выяснилась истина, я соблазняла его, но он устоял и остался праведным, и он исчезла правдивых. Он был правдив, когда отвергал клевету, утверждая, что он невиновен, а я виновна». После того, как Виночерпи вернулся в темницу, Юсуф сказал, «Это мой отказ выйти из темницы, чтобы вельможа узнала, что я не обманул его в тайне, когда он отсутствовал, и что Аллах не ведет прямо козни изменников, не достигает успеха тот, кто не сохраняет доверенное». Юсуф сказал, «И не оправдываю я свою душу, я не говорю, что я не могу быть грешным, ведь душа побуждает к злу, душа человека по своей природе толкает к злу, поддается соблазнам и приукрашает плохое, если только не помилует Господь мой, кроме тех, которых Аллах помилует и предохранит от зла и греха. Поистине, Господь мой прощающий и милосердный». Когда выявилась невиновность Юсуфа, правитель приказал доставить его к нему, решив сделать его одним из своих верных приближенных. И сказал правитель, «Приведите его ко мне, я возьму его для себя». И когда он, правитель, заговорил с ним, с Юсуфом, то сказал, «Поистине, ты сегодня у нас уважаемый и доверенный». Юсуф сказал, «Поставь меня управляющим над сокровищницами земли, страны, ведь я, хранитель, могу наилучшим образом сохранить богатство, знающий, умею управлять делами государства». Правитель назначил Юсуфа министром. И таким образом мы утвердили Юсуфа на земле, чтобы он поселился там, где пожелает. Мы одариваем своей милостью, кого пожелаем, и не губим награды добродеющих. И однозначно, награда вечной жизни лучше для тех, которые уверовали и остерегались наказания Аллаха. То, что будет даровано Юсуфу в вечной жизни, непременно лучше, чем то, что было даровано ему в этом мире. Так же и для других верующих, которые проявляют терпение, подобно Юсуфу. И пришли братья Юсуфа и вошли к нему, и он, Юсуф, узнал их, а они его не узнали. Из-за засухи в соседних с Египтом странах начался голод. Люди отправлялись в Египет, зная о том, что там имеются запасы продовольствия. Туда же отправил Якуб своих сыновей за продовольствием, но оставил при себе одного брата Юсуфа Бениамина, не желая расставаться с ним. Когда братья прибыли в Египет, то сразу же отправились к министру, Юсуфу. После того, как правитель Египта возложил на Юсуфа дела страны, люди почувствовали мягкое к ним отношение со стороны Юсуфа. Юсуф непременно призывал людей к тому, чтобы они признали Аллаха и приняли его слово. Многие люди уверовали в Аллаха и полюбили его пророка. После того, как началась засуха, она достигла из страны Ханаан. Пророк Якуб отправил своих сыновей за продовольствием. Весть о справедливости и доброте Юсуфа распространилась далеко за пределами Египта. Якуб сказал сыновьям, «О, сыны мои, до меня дошла весть о том, что правитель Египта праведный человек. Идите к нему, передайте ему от меня пожелания мира и познакомьтесь с ним». И они поехали к нему и пришли к нему. Он узнал их, а они его не узнали. Он спросил их, «Откуда вы прибыли?» Они ответили, «Из земли Ханаана. Наш отец – старый человек, и его зовут Якуб. Он передал вам пожелания мира». Услышав это, Юсуф заплакал. Юсуф сказал, «А может быть, вы являетесь разведчиками и высматриваете незащищенные места нашей страны?» Братья сказали, «Нет, клянемся Аллахом, нет. Мы в действительности прибыли из Ханаана, и мы сейчас находимся в затруднительном положении. Наш отец повелел нам приехать к вам, так как до него дошла весть о вас, как о хорошем человеке». Юсуф спросил их, «А сколько вас, детей?» Они ответили, «Одиннадцать, а раньше было двенадцать, но одного брата съел волк». Он сказал им, «Чтобы убедиться в вашей правдивости, привезите того брата, который остался дома». От Ибн Аббаса, Тафсир, Заад Аль-Масир. И когда же он, Юсуф, снарядил их снаряжением, нагрузил каждому верблюда, сказал, «Привезите мне брата вашего от отца Бенемина». Юсуф настаивал на том, чтобы к нему прибыл оставшийся дома брат, зная о том, что это сильно опечалит его отца Якуба, так как это было повелено Юсуфу Аллахом Всевышним, чтобы оно послужило как дополнительное испытание для Якуба, чтобы увеличить его вознаграждение. «Разве вы не видите, что я полностью даю меру, даю товар сполна и не обвешиваю, и я лучший из принимающих, встречающих гостей? А если вы не приведете его ко мне, то нет меры для вас у меня, не будет для вас у меня продовольствия. И не приближайтесь ко мне, не приходите больше ко мне». Братья сказали, «Мы настойчиво будем просить отца за него, чтобы он отпустил его с нами, и мы непременно так и поступим». И сказал Юсуф своим слугам, «Положите товар их, которым они расплатили за продовольствие, обратно в их вьюки, чтобы они узнали, когда возвратятся к своей семье, чтобы обнаружили по прибытии домой, чтобы они вернулись, будучи уверенными в том, что я выполняю свои обещания». И когда братья возвратились к отцу, то сказали, «О, отец наш, в будущем отказано нам в мере, в продовольствии, если пребудем мы в Египет без брата. Пошли с нами нашего брата, если ты согласишься отпустить его, тогда мы получим меру, продовольствие. И поистине, мы, конечно же, будем его охранять, мы приложим все наши усилия, чтобы уберечь его». Якуб сказал, «Как я доверю его вам, когда уже однажды я доверил вам его брата, и вы не смогли его уберечь?» Аллах же лучший хранитель, только Аллаху можно доверять охранить кого-либо. И Он милостивейший из милостивых. А когда они открыли свое имущество в юге, то нашли, что их товар, которым они расплатились за продовольствие, возвращен им, и сказали, «О, отец наш, чего нам желать? Вот товар наш нам возвращен, и мы снабдим свою семью, привезем продовольствие и сохраним нашего брата и прибавим на меру верблюда». Это мера легкая. Каждому прибывшему давалось не больше веса одного верблюда, поэтому поездка брата увеличила количество продовольствия на меру груза одного верблюда. Якуб сказал, «Не пошлю я его с вами, пока вы не придете с договором от Аллаха, пока не дадите клятвы Аллахам, что непременно приведете его ко мне обратно, кроме только случая, если вас что-нибудь постигнет». И когда они, братья, дали ему их клятвенное обещание, он, Якуб, сказал, «Аллах, покровитель, свидетель и хранитель тому, что мы говорим». И сказал Якуб, «О, сыны мои, не входите в Египет через одни ворота, а входите через разные ворота, чтобы не привлекать внимание людей, которые могут причинить вред. Ни в чем не могу я вас избавить от Аллаха. Я не могу защитить вас от того, что Аллах вам предопределил. И если он пожелает, то погубит вас, и даже если вы войдете разными воротами. Решение принадлежит только Аллаху, и только на Него я положился, и пусть только на Него уповают уповающие». И когда они вошли там, где велел им Отец их, через разные ворота, это не избавило их от Аллаха ни в чем. С ними ничего плохого не произошло, а стало только удовлетворением потребности в душе Якуба, которое он решил, ведь он, Якуб, обладал знанием, потому что мы ему даровали знания, но большая часть людей не знает, не обладают знаниями, чтобы полагаться на Аллаха и быть осмотрительными. И когда они пришли к Юсуфу, и он хорошо встретил их и принял, поселил к себе своего брата Бениамина, он сказал, «Поистине, я брат твой, не печалься из-за того, что они совершили против нас». А после того, как Юсуф снарядил их снаряжением, снабдил их продовольствием, то поместил чашу в поклаже своего брата, приказал своим помощникам подложить чашу для питья во вьюке Бениамина, а потом возвестил «О, караван, вы ведь однозначно воры». Братья Юсуфа сказали, когда помощники Юсуфа подошли к ним, «Что вы не можете найти?» Помощники сказали, «Мы не можем найти чашу правителя. Тому, кто принесет ее, получит в награду груз верблюда». И я за это отвечаю, ручаюсь за это обещание. Братья Юсуфа сказали, «Клянемся Аллахом, вы ведь знаете, что мы не пришли сеять беспорядок на земле, и мы не воры». Возвеститель и его товарищи сказали, «А каково воздаяние за это, если вы лжецы?» Братья Юсуфа сказали, «Воздаяние тому, у кого найдется чаша в поклаже, он сам будет воздаянием, он будет взят в рабство. Так мы воздаем притеснителям». Таким был закон, шариат при пророке Якубе. Возвеститель повел братьев к Юсуфу, чтобы при нем обыскать их вьюки. И начал он с их вместилищ, вьюков, прежде вместилища его брата, прежде вьюка Бениамина, а потом извлек это, чашу, из вместилища вьюка его брата. Таким образом, ухитрились мы для Юсуфа. Аллах помог Юсуфу оставить своего брата у себя. Юсуф не мог бы взять, оставить у себя своего брата по закону правителя, по закону правителя Египта, если бы не пожелал Аллах. «Мы возвышаем степени того, кого пожелаем. И ведь выше всякого обладателя знания есть знающий». Братья, желая оправдаться, сказали, «Если украл он Бениамин, то крал и его брат по отцу и по матери Юсуф раньше». В детстве с Юсуфом произошел случай, когда его ошибочно приняли за вора. И утаил это Юсуф в душе своей и не показал им этого, не подал виду. Он сказал про себя, «Плохи вы по месту, вы сами в еще худшем положении, чем тот, о котором вы упомянули. И Аллах лучше знает, что, какие измышления вы расписываете». Чтобы исполнить обещание, данное своему отцу, братья начали упрашивать и сказали, «О, вельможа, поистине, у него отец, глубокий старик, который любит его больше, чем кого-либо из нас. И этот наш брат является утешением для отца за нашего брата, которого уже нет в живых. И наш отец может не пережить разлуку с ним. Так возьми же одного из нас в рабство вместо него, Бениамина. Поистине, мы видим, что ты из добродеющих, хорошо относишься к нам и к другим». Юсуф сказал, «Да упасет Аллах от того, чтобы нам взять кого-либо, помимо того, у которого мы нашли наш товар. Поистине, мы тогда, в таком случае, если бы судили, как вы, однозначно оказались бы притеснителями». Юсуф сказал, «У которого мы нашли наш товар». То есть, он не обвинил человека ложно в воровстве. И когда они отчаялись в нем, в братья, что его освободят, то остались наедине, отошли подальше от людей, чтобы совещаться. Сказал их старший, «Разве вы не знаете, что отец ваш взял с вас клятву перед Аллахом, что будете беречь брата и вернете его к нему? И раньше вы поступили несправедливо с Юсуфом. Я не покину эту землю Египет, пока не позволит мне отец вернуться к нему, или не разрешит для меня Аллах, освободив брата. И ведь он лучше из решающих. Решение Аллаха самое лучшее, и он самый справедливый. Возвращайтесь к вашему отцу и расскажите ему о том, что произошло. И скажите ему, «О, отец наш, ведь сын твой, Беньямин, украл. Мы свидетельствуем только то, что знаем. Мы не видели, как это произошло, а стали свидетелями только того, что в его грузе обнаружили чашу. Мы не являемся хранителями сокровенного знания в тот момент, когда мы давали тебе обещание, что непременно вернемся вместе с ним. Мы не знали, что он совершит кражу, ведь мы не знаем сокровенного». «И отец наш, спроси людей из селения, в котором мы были, Египет, и караван, в котором шли, людей из Ханаана, с которыми мы были вместе в одном караване, и ведь мы однозначно правдивы в том, что рассказали тебе». После того, как они вернулись к отцу и рассказали о том, что произошло, он, пророк Якуб, сказал, «Да, ваши души разукрасили вам это плохое дело, как когда-то вы ухитрились против Юсуфа, но мое терпение прекрасно. Я не стану жаловаться кому-либо из людей. Может быть, Аллах соберет мне их всех, надеясь, что Аллах возвратит ко мне и их троих, Бенемина, его родного брата Юсуфа и того брата, который остался в Египте. Поистине, он знающий, и он знает мое положение, и мудрый, мудро вершит свои дела». И Якуб отвернулся от них, не стал дослушивать их, и сказал, «О, горе мне по Юсуфу!» И побелели глаза его, Якуба, от печали, и он сдерживал скорбь. Он внешне не показывал свою печаль, но печаль в его душе была сильна настолько, что его глаза потеряли свой естественный цвет и стали белыми. И сыновья Якуба сказали, «Клянемся Аллахом, если ты не перестанешь вспоминать Юсуфа, то твоя печаль будет только увеличиваться, и это станет причиной того, что ты станешь бессильным, заболеешь или окажешься в числе погибших, умрешь». Он, Якуб, им в ответ сказал, «Я жалуюсь на свою скорбь и печаль только Аллаху, только которому полезно жаловаться, ведь я знаю от Аллаха то, чего вы не знаете, то, что тот сон Юсуфа был правдивым и что поэтому он жив. О, сыны мои, идите обратно в Египет и разузнайте о Юсуфе и его брате и не отчаивайтесь в милости Аллаха, не теряйте надежду на милость Аллаха». Поистине отчаиваются в милости Аллаха только люди, не верующие, которые не верят в то, что он может все». И братья снова отправились в Египет. Когда они пришли к нему, к Юсуфу, то сказали, «О, вельможа, нас и нашу семью постигла беда, голод из-за засухи и неурожая. Мы пришли с немногим товаром, которого мало и плохого качества. Дай нам меру полностью, такую, которую ты раньше нам давал, когда мы платили хорошим товаром, и окажи нам милость. Поистине Аллах воздает награды, оказывающим милость». Он, Юсуф, сжалившись над ними, сказал, «Знаете ли вы, что вы сделали с Юсуфом и его братом Бениамином, и что с ними произошло в конечном счете, когда вы были невежественными?» Они, братья, сказали, «Разве же ты и в самом деле Юсуф?» Юсуф сказал, «Я Юсуф, а это брат мой, который родной и по отцу, и по матери». Аллах оказал нам милость, и это то, что мы встретились с ним после долгой разлуки, поистине, кто остерегается совершения грехов и проявляет терпение во время беды, то ведь Аллах не губит награды добродеющих. У Аллаха сохраняются награды за благие дела, и он воздает за них лучшим. Братья сказали, «Клянемся Аллахом, вот Аллах предпочел тебя, о Юсуф, перед нами, даровав сильную веру, знание, доброту и богатство, и поистине мы совершили большую ошибку, так поступив с тобой и с твоим братом». Юсуф сказал им, «Нет упреков сегодня над вами, простит Аллах вам, ведь Он милостивейший из милостивых по отношению к тем, которые обращаются к Нему с покаянием за совершенные грехи и стремятся полностью подчиниться Ему». Затем он расспросил их об отце, и они сказали ему, что он ослеп, плача по нему. Пророк Юсуф сказал им, «Идите, возвращайтесь с этой моей рубахой и набросьте ее на лицо моего отца, он снова станет зрячим, и придите ко мне со всей вашей семьей, с женами, детьми и внуками, чтобы вам избавиться от трудной жизни». И когда караван отошел из Египта, сказал их отец, пророк Якуб, который находился в Палестине, окружающим, «Поистине, я чувствую благоухание Юсуфа, о, если бы вы только не посчитали, что я сошел с ума». Они, окружающие, сказали, «Клянемся Аллахом, поистине, ты в своем старом заблуждении, что до сих пор не можешь забыть Юсуфа». Когда же пришел радующий вестник, и это был тот брат, который когда-то принес отцу окровавленную лживой кровью рубашку, он набросил рубашку, данную Юсуфом, на лицо его, отца, и тот стал снова зрячим. Якуб сказал, «Разве я не говорил вам, что знаю от Аллаха то, что его милость безгранична, чего вы не знаете?» Сыновья пророка Якуба сказали, «О, Отец наш, проси нам у Аллаха прощения нашим грехам, ведь мы поистине были грешниками, поступив так с Юсуфом и его родным братом». Пророк Якуб сказал, «Я буду просить прощения для вас у моего Господа. Поистине, он прощающий грехи тем рабам своим, которые просят у него прощения грехов, и милостивы к тем, которые обращаются к нему с покаянием». И когда они, прибыв в Египет, вошли к Юсуфу, он принял к себе своих родителей и сказал, «Войдите в Египет, если Аллаху угодно, будучи в безопасности от всех мирских трудностей». И поднял он своих родителей на царский трон, рядом с царем, чтобы оказать им почет, и полениц они, отец, мать и одиннадцать братьев перед ним, перед Юсуфом, проявляя почтение к нему. Во времена тех пророков такое проявление уважения друг к другу было разрешено Аллахом. И Юсуф сказал, «О, отец мой, это, этот поклон, толкование моего сна, который я увидел и рассказал тебе прежде, в детстве. Аллах сделал его сон истиной. И он оказал мне милость, когда вывел меня из темницы и привел вас из пустыни, после того, как сатана внес раздор между мной и моими братьями. Поистине, Господь мой благосклонен, наделяет благочестием и искренностью, к чему захочет. Поистине, Он знающий, в чем благо для его рабов и мудрый в своих деяниях. Затем пророк Юсуф обратился к Аллаху со словами, «Господи, Ты даровал мне власть в Египте и научил меня толкованию событий, снов, о Творец небес и земли. Ты, мой покровитель в этом мире и в вечной жизни. Упокой меня предавшимся тебе, будучи верующим и подчинившимся тебе. И причисли меня к числу праведников, лучших рабов Аллаха». Это рассказ о пророке Юсуфе – один из рассказов про сокровенное, которое знает только Аллах и которое мы внушаем тебе, о пророк. «И ты, о Мухаммад, не был при них, при братьях Юсуфа, когда они решились на их дело, в то время, как они замышляли козни против Юсуфа. И большая часть людей, и большая часть людей из твоего народа, если бы ты, о пророк, и очень старался донести до них истину и веру, являются неверующими, поэтому пусть не печалит тебя их неверие. И ты, о пророк, не просишь у них людей за это, за то, что их призываешь к вере, награды. Это, Коран, является только напоминанием для миров, для всех людей, чтобы они могли найти истинный путь. И сколько, как много, знамений на небесах и на земле, которые указывают на величие Аллаха, мимо которых они проходят, не задумываясь, и от них отворачиваются, не размышляют. И большинство из них, отворачивающихся, не веруют в Аллаха, который создал их и обеспечивает их жизнь, без того, чтобы не предавать ему равных. Они признают Аллаха создателем всего сущего, и что только он заслуживает поклонения, но при этом сами поклоняются еще кому-либо наряду с Аллахом. Разве же они в безопасности от того, что придет к ним покров наказания Аллаха, который охватит их или придет к ним час, наступит судный день, так внезапно, что они и не будут знать, не ощутят этого. Скажи, о посланник, это мой путь, которым я иду, призывая к Аллаху, служению и поклонению только ему одному, обладая доказательствами от Аллаха и будучи полностью убежденным в этом. Я и те, кто последовали за мной на этом пути. И Аллах приславен, ему не присущи никакие недостатки и условности. И я не из числа многобожников. И до тебя, о Мухаммад, мы посылали только людей, а не ангелов, из числа обитателей селений и городов, а не пустынь, которым не спосылали откровения, внушения от Аллаха. А седлые жители лучше воспринимают и понимают призыв к истине и вере, так как они более образованы и обходительны, нежели обитатели пустынь, которые более невежественны и грубы. Разве они, неверующие меканцы и другие, не странствовали по земле, разве они не были в Йемене и в Шаме, и разве они не видели, каков был конец тех народов, которые не подчинились Аллаху, которые были до них, что произошло саддитами и самудянами. И, конечно же, обитель вечности рай, лучше для тех, кто остерегался наказания Аллаха. Неужели вы не уразумеете? Не подумайте об этом. Неверующие также отвергали прежних пророков и посланников, и дело доходило до того, что когда прежние посланники уже отчаивались, что призываемые ими люди уверуют и думали, что их отвергли, посланники убеждались, что их народ не желает оставлять свое неверие. Только тогда к ним, к посланникам приходила наша помощь, наказание упорствующим в неверии и спасение верующим. И бывали спасены те, кого мы пожелали, посланники и те, кто последовал за ними на истине. И нельзя отвратить нашей мощи наказание от людей, которые являются бунтарями, упорствующих, неверующих. В рассказе о них, о Юсуфе и его братьях, есть поучение, назидание для людей, обладающих здравым разумом. Не было это каким-либо выдуманным рассказом, но эта история была неспослана для подтверждения истинности того, что было неспослано до него в прежних писаниях, для разъяснения рабам моим всякой вещи, руководством, как выйти из заблуждения и милосердием для людей, которые уверовали и начали исполнять то, что в этой книге. вы, 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 Продолжение следует...